Следующая информация будет интересна тем, кто собирается перейти из статуса пешеход-водителя. Сдать экзамена права теперь будет труднее. Усложнился порядок приема теоретического экзамена. Добавилось количество упражнений, которые необходимо выполнить на автодроме. И ошибки при движении в полосе города будут оцениваться более строго. Начнем с изменений в теоретической части. Усложнилась сама система тестирования. В билетах по-прежнему 20 вопросов по 4 из разных тематических блоков. В случае одной ошибки ученику будет предложено 5 дополнительных вопросов из того же тематического блока. Если он совершил две ошибки, но в разных тематических блоках, ему будет предоставлено 10 вопросов по 5 из каждого тематического блока. На ответ отводится 10 минут. Если кандидат два раза ошибается в одном блоке, он получит оценку «не сдал». Также, начиная с 1 сентября 2016 года, перечень упражнений на автодроме будет включать в себя несколько новых для всех категорий транспортных средств. Прежде всего, изменения коснулись категории А, подкатегории А1 и категории М. Добавилось такое упражнение, как скоростное маневрирование, парковка транспортного средства для высадки пассажиров и парковка транспортного средства. Для категории Б, если мы по старой методике и сдача производилась по трем упражнениям, то сейчас мы выполняем все упражнения. Для получения прав категории Б на площадке нужно будет выполнить не три варианта упражнений, как сейчас, а пять. Тронуться на подъеме, змейку, въезд в бокс, параллельную парковку и маневрирование в ограниченном пространстве. Все эти изменения в первую очередь направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. На этой неделе на автодроме Славинского гор-раеоделения Всероссийского общества автомобилистов для руководителей автошкол Славинского, Темрюкского и Красноармейского районов был наглядно продемонстрирован новый порядок сдачи экзамена на автодроме. Как отмечалось, новые правила вступят в силу с 1 сентября этого года. Предполагается, что к этому времени ГИБДД и автошколы успеют подготовить сотрудников к выполнению новых требований. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...